А вы знали, что есть два народа, которые называют горы Арарат, Масис и Масу? Это шумеры и армяне. Шумерами их назвали историки в 20 веке, по месту их вторичного жительства города Сумер, Шумер. Я не оговорилась, англичане и армяне называют Сумер и Сумеры, а русские называют Шумер и Шумеры. Так вот, Шумеры описывали свою прародину Арату и называли её страной Изобилия. А теперь догадайтесь, как на армянском языке звучит слово Изобилия именно так – Арат. Так вот, Шумеры описывали свою гору Масу, на которой жили их боги, также бог мудрости, от самоназвания армян Хай. Хай на армянском означает армянин. Вы спросите, так, каким же образом гора называется теперь Арарат? Араратом изначально называлась не гора, а только провинция. Провинция, где стоит гора Арарат, то есть Масис. Изначально гора называлась Масис, а провинция, где находится гора Масис, называлась Араратом. Арарат на армянском языке переводится как место сотворения. Послушайте. Араричн, Арарец, Араратин, Араратун. От глагола Арарель происходит творить, созидать, переводится как творец сотворил, творение на месте сотворения. Creator, created, creation, in the place of creation. На армянском это звучит, конечно, бегло, красиво, созвучно одним словом. Араричн, Арарец, Араратин, Араратун. Таким образом, провинция Арарат, упомянутая еще Мовсесом Хоринаци в 5 веке, передает свое название Гаре Масис, куда приземляется Ноев Ковчег. То есть Библия с принятием христианства в Армении, которая оказалась, стала первой в мире страной, принявшей христианство в 301 году на государственном уровне. Библия заимствует слово Арарат вместо сотворения из армянского языка и передает Гаре, который находится в провинции Арарат. Таким образом, теперь у горы двоякое название Масис изначально и Арарат после принятия христианства, поскольку это место сотворения, где Бог дал человечеству второй шанс. Что вы думаете, как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Продолжение следует...